Соревнования по многоборью в таком формате проходили впервые. Новшеств было немало, за основу был взят европейский опыт. Испытания, каждый из которых имел свои сложности и нюансы, показали способности работников службы дня и ночи. Здесь и проверка выносливости, физической силы и навыков осуществления аварийно-спасательных работ. Этап под названием «Преодоление полосы препятствий» доказал, в структуре работают профессионалы, иначе как объяснить высокий уровень подготовки и огромную волю к победе. Подъем рукавной линии по лестничным маршам на площадку четвертого этажа учебной башни, подъем рукавных скаток, силовой тренажер, где главная сложность заключалась в ударах кувалды. Участник должен был переместить балку весом почти 73 килограмма на расстояние полутора метров. В испытаниях таких проявились профессиональные качества пожарных. Ощущения невероятные. Всем желаю, кто достоин поучаствовать в этих соревнованиях. Очень выпилотка есть, стопроцентная. Действительно, молодцы организаторы. Огромное спасибо. И действительно, те соревнования, которые показывают, на что способен каждый спасать. Адреналин спасатели ощутили и при прохождении других испытаний. Участникам соревнований предстояло преодолеть дистанцию почти в 45 метров, проложить рабочую линию и подать ствол на заливку мишени. Среди наиболее сложных заданий – транспортировка условного пострадавшего весом в 90 килограммов в безопасную зону. Надо запас сил иметь просто невероятный, потому что, как видите, все на пострадавшем, который весит 90 килограмм, очень много времени теряют. То есть это самое сложное? Да, это уже оставили на конец. Просто дистанция состоит из подъема – это ноги, потом тянешь руки, спуск ноги, кувалда – опять руки. То есть забивается все постепенно, а к концу уже просто на волевых качествах надо вытягивать этого пострадавшего. В соревнованиях по многоборью участвовали как молодые сотрудники, так и опытные огнеборцы. Александр Клитаница трижды был признан лучшим спасателем Республики Беларусь по итогам конкурса профессионального мастерства. Своё дело работник службы дней и ночи знает хорошо. Однако к соревнованиям каждым готовится серьёзно. Любым надо готовиться хотя бы даже в таких малых объёмах, просто наработать слаженность, как что будешь действовать, потому что всегда всё равно меняется в каждом соревновании. Немножко что-то по-разному, какие-то пункты проходят. И да, я у себя в отделе тренировался, готовился. Здесь, как сказать, нужна очень сильная физическая подготовка, выносливость. Тут надо быть развитым во всех направлениях, как и умственно, в теоретических каких-то испытаниях, так и во всех физических. Как бы очень тяжёлая такая дистанция. Участников ожидали и другие не менее сложные испытания. Победитель в каждой из номинаций определялся по наименьшему времени прохождения дистанции с учётом начисленных штрафов. В этом году в абсолютном зачёте победила команда пожарно-спасательного отряда Брестского областного УМЧС. Работники структуры показали лучший результат.